sky running это по сути бег в гору то есть мы знаем да есть легкая атлетика там бег там 200 400 там но дальше 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 есть горный бег это тоже в легкую атлетику он входит и есть trail running это когда мы бежим вообще не под не по асфальту не по дорожке а по какой-то там тропе да по камням что-то такое интересное уже и sky running это такой техничный trail running когда тебе мало того ты бежишь по бездорожью по тропе иногда ты где-то лезешь иногда ты где-то спускаешься с помощью лазанья и сам смысл этого всего что это всегда вершина то есть мы всегда забегаем на какую-то вершину будь то большие высокие горы это ну ильбрус казбек там и все остальное или ну даже поменьше горы они все равно горы то есть это пик любви допустим саяна ну и так далее и так далее то есть это всегда вершина да да ну sky running конечно опасный вид спорта действительно потому что это бег всегда в горах ну то есть sky running без гор в принципе невозможен но всем известно что в горах конечно бывает и не погода и всякое вообще бывает то есть горы не такие не все всегда зависит от людей поэтому ну да он всегда связан с риском по факту да получается что подготовленность была в школе я туризмом занималась пешеходным и там эти веревки ну то есть вот именно выносливость да потом туризм в университете перетек в альпинизм то есть я ходила в горы на маршруты категорийные у меня закрыт 2 альпинистский разряд я могу ходить 4 категории маршрута 5 вот ну без инструкторов уже могу ходить просто потом я родила двоих детей и поэтому с альпинизмом пришлось немножко завязать потому что это требует очень много времени а бег он времени сильно много не требует можно и детей с собой в охапку взять где-то там поехать пробежать и приехать поэтому ну вот так все перетекло в бег условия есть да у нас отличные условия для занятий sky running мы здесь можем тренировать и ну просто быстрый бег да есть для этого стадион как минимум и мы можем тренировать бег в гору у нас для этого и нам повезло с условиями то есть у нас есть свои сопки местные это там фиолаза пидан воробей и все 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 на них везде можно забежать мы все везде бегаем на ольховую на облачную просто едем и бежим в эту гору вот иногда по три раза за один присест на чатинзе с разных сторон например то есть там мы выходят отличный километраж и отличный набор высоты для этого единственное что у нас не хватает приморье так это вот именно абсолютной высоты у нас горы достаточно низкий там до 1800 метров вот абсолютно высоты маловато если бы хотя бы до 3 было было бы вообще идеально а сообщество да есть сообщество я вот в нем состою даже sky bars называется а тренеров ну я даже не знаю конечно есть тренера которые тренируют но больше похоже на тренерство трейл раннингу все таки вот так чтобы именно кто-то из приморья тренировал sky раннингу пока это наверно только на стадии зарождения скорее чем на уже какой-то такой протоптанной тропе ну вот я могу на своем опыте сказать у меня есть онлайн-тренер назовут ее елена рухлята она живет в новосибирске мы с ней встречаемся на всех практически российских российских забегах этапах кубка чемпионатах вот и вот она меня тренирует то есть мы с ней держим связь на телефоне и она мне пишет план прям в онлайн табличку я в эту же табличку записываю свои ощущения после тренировок принципе отлично тренируется онлайн не обязательно чтобы кто-то прямо на тебя пристально там смотрел каждый раз когда ты куда-то побежал да все тренировать нужно все группы мышц как проходят тренировки всегда по-разному нет такого что все какое-то одинаковое то есть мы развиваем но это зависимость от человека что он умеет делать допустим у меня выносливость хорошая ну как бы ну это как-то во мне есть давно в каждом человеке что-то заложено мне надо скорость тренировать поэтому я раз в неделю обязательно делаю беговую работу на стадионе ну то есть я бегу прямо на скорость вот где-то там по три минуты с чем-то на километр различные виды работ короткие короткие отрезки и длинные отрезки по несколько раз ну как пропишет тренер да и еще также раз в неделю то есть две работы на неделю примерно работа это какая-то такая ну такая такая пробежка которая загоняет тебя ну вот уже все ты на максимуме как бы бежишь вот и одна работа вот у меня в гору например то есть это либо вертикальный километр либо какой-то просто бег по горам с какими-то включениями вот именно чтобы я в гору тоже могла быстро бежать вот все остальное это какие все это различные виды кроссов обычных и силовые силовые тоже обязательно я даже в этом году меня тренер отправила в зал ну то есть когда я дома не в отъезде я иду в зал беру какие-то там веса и вот прям чтобы группа мышц меня вот ягодичные получается бедро и задние и передние и икроножные вот прям прокачиваем да но обычно этим зимой занимаются ну вот мы сейчас и здесь подключили ну и плюс ко всему важен очень кор мышцы кора это наш пресс наша спина верхней плечевой ну все важно то есть и очень важно чтобы всякие суставы голеностоп колени они были подвижны и тазобедренный сустав чтобы не было риска для травм еще больше степени потому что когда ты бежишь по нестабильной поверхности не по дороге не по асфальту а по каким-то камням грязи лезешь по этим скалам нога она встает все время в какое-то такое положение ну не совсем до обычная для нее и поэтому вот надо чтобы и суставы были тоже сильные ну вот я два года в sky running получается у меня такой большой прорыв случился прошлом году я выиграла вот забег на эльбрус на самую вершину потом выиграла чемпионат россии по этому виду спорта вот выиграла несколько этапов кубка по этому виду спорта попала в сборную россии соответственно ну то есть я сейчас состою уже в сборной россии на следующий год я тоже уже туда попал там такие отборки происходят либо чемпионат надо выиграть там до четвертого места либо кубок вот по нескольким забегом пробежаться мастер спорта я уже по этому виду спорта и получается сейчас моя цель а кстати про этот год не сказала в этом году выиграла международный этап кубка вот забег был недавно 25 августа на motorhorn ультракс называется в альпах в швейцарии я там тоже выиграла и вообще себя не ожидала естественно боялась но все получилось вот и моя следующая цель то есть куда еще можно было бы стремиться да то есть я уже состою сборной страны и там двукратная там чемпионка россии по этому виду спорта ну и как бы пока нормально идет пока бежится вроде все все нормально хочется мастер спорта международного класса еще получить для этого нужно международный забег вы выиграть который в нашем едином календарном плане страны стоит это вот в январе в казахстане будет ближайший нет это скорее не мечта это больше как цель на ближайшее время до на ближайший год мастер спорта международного класса почему нет сейчас это реально вот мечта мечта наверно пробежаться по вот каким-то таким мировым стартом не вообще так понравилось ну то есть в россии я уже тот год бегала этот год бегала если смотреть этапы кубка они всегда каждый год везде даже в европе не одни и те же одни и те же то есть они минимально меняются бывает добавляются что-то уходит но это очень редко как-то происходит вот так вот здесь я уже как бы все пробежала да там буквально два забега осталось это каких-то мнений особо интересных ну вот еще только в этот наута и нужно съездить вот где-то там за бугром я еще не все пробежала поэтому моя мечта вот там побегать побегать просто посмотреть места очень красиво в горах всегда красиво поэтому мы туда и возвращаемся не всегда бывает настолько прямо приходится работать бежать что конечно ты не смотришь там не просто некогда ты не можешь физически и что-то делать и смотреть вокруг но периодически это получается потому что помимо всяких подъемов техничных троп и есть всегда и спуски ну и вообще ты просто какую-то локацию вот ты пробежал там эту гору спустился и но поменял локацию то есть ты видишь уже совсем другое вокруг все равно ты смотришь вокруг в любом случае ты же смотришь куда тебе бежать и бывает что вот прямо бежишь да и волосы дыбом стоят про мурашки от красоты которые которые ты видишь от этих ледников от этих водопадов от этих просто пиков гор но это очень красиво правда ну во первых и там где стартуешь с тепла заканчиваешь в снегу и во льдах это всегда есть еще акклиматизация перед забегом то есть ты не можешь приехать и тут же на следующий день побежать ты приезжаешь ну хотя бы дней за пять там минимум и ходишь просто ходишь туда каждый день но привыкаешь и к высоте и к температуре естественно тем более у нас тут еще с западом минус семь часов нам как бы туда на самом деле проще вот обратно возвращаться сложнее а там ты привыкаешь к температуре но и одежда то есть то есть в таких забегах обычно либо ты несешь все на себе сразу прямо снизу либо обычно все-таки они делают заброску там допустим вот вы бежите бежите все нормально нормально и тут вот раз и упираетесь в эту гору и вот перед вот этой горой уже где уже все уже и снег там лежит уже твоя сумочка ты к ней подбегаешь одеваешь там пуховые варежки шапку не знаю мембрану накидываешь на себя но одеваешься вот когда ты много бегаешь в гору уже знаешь что тебе нужно для того чтобы там не замерзнуть такой температуре одеваешь берешь что-то с собой и бежишь дальше конкуренция большая да ну то есть в скаранинге много сильных действительно ребят и мальчиков и девочек и все они ездят по вот этим этапом кубка ну то есть собирает там кубок какие-то у всех цели задачи вот но вот в европе конкуренция конечно сильнее ну в разы прямо сильнее чем россии россии все таки ты уже как бы приезжаешь уже в принципе практически всех знаешь тебя все знают ну да бывает там приходится потолкаться но это это ну как бы как сказать в россии в общем проще конкуренция чем европе в европе все-таки сложнее там прямо от начала и до конца ну приходится работать толкаться а в россии как-то вышел уже на какую-то позицию и в принципе на ней движешься дальше ну как-то так получается самая большая у меня была наверное ну ближе к 6 часам ну то есть там 16 километров из 25 километров 8 16 и 18 километров было просто куру мне куру мне к это огромные камни то есть вверх внизу по камням по камням там то камни с автобуса огромные я вот на одном повисла и поняла что у меня даже ноги не достают ни до чего пришлось подтягиваться но от и от самых мелких от размера блюдца то есть ты постоянно и вот это лезешь лезешь ну там почти 6 часов там 5 с чем-то часов ты бежишь на максимальные для себя скорости ну да а есть короткие забеги вертикалки это когда ты за короткий километраж там от 3 до 5 километров набираешь но обязательно тысячу набора 1000 набора тысячу метров километр в высоту именно вот и это где-то до часа в зависимости от спортсмена но в целом всегда до часа тяжело ну по честному тяжело и всегда это прямо ну обычно если я еду с детьми то это тяжело мне физически потому что мне нужно там грубо говоря есть спать перед забегом а я этого не могу сделать я там с детьми и уже подстраиваясь под них и где-то там их тоже нужно оставлять с кем-то на время забега это тоже всегда такая задача вот а если я оставляю их дома то приходится прям находить людей кто сможет помочь но у нас есть няня прекрасная которая вот сейчас мы вот с китая вернулись буквально вчера ночью я вернулась из китая и вот она сидела с детьми вот практически неделю просто золотая женщина вот я вчера вернулась вот вчера первый день я провела с ними я просто поняла что я устала весь день говорить и отвыкла за неделю все время надо что-то говорить на что-то отвечать тяжеловато конечно дети маленькие когда подрастут думаю в этом плане будет легче не надо откладывать ну потому что во первых дети это всегда не вовремя всегда хочется чем-то чем-то заниматься для себя ну мне так кажется что не бывает что я вот всю жизнь ждал ребенка наконец-то родил и все теперь живу только для него нет все равно наша жизнь продолжается и она с каждым с каждым днем ну то есть мы живем здесь и сейчас откладывать точно не стоит если хочется нужно просто брать и делать на самом деле все это решим и все решаем и реально сейчас много всяких и переносок детских и там и колясок ну то есть если вы не можете прям большой спорт уйти ну можно просто хотя бы путешествовать ну и не знаю откладывать точно не стоит ну они уже помаленьку приобщаются конечно потому что они же с нами много где присутствуют и на местных забегах и на российских допустим стартах я их везде с собой вожу они все это видят как люди спортивной одежде там куда-то убегают потом прибегают какие-то медали получают кого-то там награждают они все это уже давно как мне кажется впитали даже сами просят поехали на большую гору там вот но это их жизнь не знаю пока не в танцы пока не дети пошли на танцы у нас ну это наверное зависит от спорта потому что допустим на гимнастику там с 3-4 лет беру да то есть если вы решили что увидите ребенок там ну как-то склонен к этому увидите в этом возрасте есть ну допустим к бегу там с рекомендует вообще 10 11 лет вот с караненко он вообще с 18 лет потому что это всегда связано с риском для жизни ну получением травмы вот ну то есть это зависит от вида спорта мы сейчас с удовольствием с детьми вот ходим уже практически с рождения в бассейн ну то есть физически из детей развивать нужно конечно с рождения а потом уже смотреть что что и родитель хочет или в ребенок сам хочет вот у меня старшая дочь ходила на гимнастику не пошла к сожалению хотя говорили нужно водить хорошие данные я просто устала и уговаривать вроде сейчас на танцы ходят наверное да помогают в том плане то что когда я вот со школы еще заметила и со школы занималась спортом ну туризмом занималась и мне никогда не было свободного времени много то есть у меня всегда вот сначала там школа учеба потом ты идешь на тренировки возвращаешься делаешь эту домашку постоянно постоянно надо было что-то делать и сейчас здесь то же самое у тебя постоянно эти дети их надо отвезти привезти что-то там ну еще и муж как бы про мужа надо не забыть потом хочется куда-то ты смотришь постоянно куда ты можешь уехать там к чему ты успеваешь подготовиться ездишь путешествуешь это тоже вообще маленькая жизнь отдельная потом ты приезжаешь тут у тебя огород дом собаки тоже постоянно то есть в движении и получается что моя жизнь постоянно проходит в движении конечно не говорю что это прям прекрасно да но это моя жизнь и она меня ну как бы жизнь это и есть движение наверное как-то так и для себя решила и подумала что ну вот по-другому я не могу наверное пока сейчас я могу вот так значит буду жить вот так по спорта он мне какие-то цели к чему я иду да то есть они просто вот материнство оно такое но и на каком-то этапе тебя просто ну да я мама я должна сидеть детьми варить кушать спорт он меня продвинул как бы вперед и мне стало попроще в этом плане ну вот именно психологически то что я могу и детей с собой взять допустим моя мама вообще этого не поддерживает а для меня это уже норма считаю мне кажется вот в этом плане мне спорт помогает продвинул как бы